Несколько лет назад Буй перешел на контейнерный способ сбора мусора. В городе установлены специальные площадки с учетом числа многоквартирных домов и численности населения в микрорайонах. Но не все площадки, если так можно выразиться, прижились на том месте, где были поставлены. Есть так называемые проблемные. Одна из них возле первой квартальной котельной по улице 1905 года. Площадка не огорожена, поскольку считается временной. До недавнего времени она была установлена вдоль дороги, теперь развернута перпендикулярно к ней и располагается вдоль пешеходной зоны. Таким образом, мусорка стала препятствием на пути многих пешеходов. Основная проблема здесь практически постоянное скопление большого количества мусора. Вид, мягко говоря, неприглядный. Отчасти это происходит потому, что этими контейнерами пользуются не только жители близлежащих домов, но и горожане из других микрорайонов, проезжающие мимо. Причем пакеты с отходами зачастую вылетают прямо из окон автомобилей. Их выбрасывают, как говорится, не выходя из-за руля. И не всегда попадают в контейнер. Мусор падает рядом, а полиэтилен разрывается. Кроме этого, крупногабаритные вещи часто выносятся не по графику и образуют свалку. Вся эта картина видна жителям, которые ежедневно следят за происходящим. Мы живем вот в соседних подъездах, то есть видим всю ситуацию, которая здесь творится. Как только установили мусорные баки, вот этот беспорядок, он вот начал продолжаться. Их переустановили вот вообще на тротуар, это видно, по которому идут дети в школу номер 2 и в школу номер 13. И в садик еще. И в садик еще. Мы живем напротив, и нам как бы неприятно очень иметь такую ситуацию. В школу идут ученики, им не пройти. Они по этим мешкам, по всему мусору идут. От мала до велика, от первого класса до десятого, ну это же не дело. А у нас близость к дому, это сейчас прохладно. Баки стояли по ту сторону, и то запах такой был. А сейчас приблинули к нам вообще близко так. Невозможно было открыть окно. Как откроешь, вонь вся вот эта из баков, она идет прямо в квартиру. Мы все лето с закрытыми окнами, говорю, практически, говорю, жили. И дети ходят, вот идут в школу, приходится прямо им по мусору, поэтому ходить. Даже в баках, вот сколько раз было, прямо вот идешь, и собаки в баке, говорю, сидят. Страшно даже ходить не только детям, но и взрослым-то даже страшно идти. По мнению жителей, контейнеры с этого места необходимо перенести в другое. И как бы спрятать, убрать с проезжей части для пользования меньшим числом буявлян. Жители считают, тогда мусора будет меньше, а порядка больше. Все-таки улица 905 года – это центральная часть города. Да и жить вблизи с местом сбора мусора приятно далеко не всем. Поставить посреди двора, оно никому не будет, такой близости не будет. Вот машины проходящие не будут оставлять бросать мусор. Вы понимаете, сколько машин здесь останавливается, это же они не в баке бросают. Вот тот весь мусор выходит на то, что проезжающие оставляют. Ситуация хорошо известна городской власти. Площадку изначально планировали отсюда переносить. Именно поэтому она не огорожена. Железобетонная плита в качестве фундамента для контейнеров – это временный или мобильный вариант площадки. Как пояснили нам в городской администрации, эта площадка не стационарна. Вблизи с газопроводом ее не оставят. Специальная комиссия несколько раз выезжала на место и встречалась с жильцами для обсуждения вопроса. С нами советовались, но сказали, сделают ограждение для бака. Все это будет как положено, как по всему городу. У нас как не было ограждений, так и нет. Ни там, ни здесь. Просим убрать. Победительная просьба. Просим убрать. Контейнеры не ограждают, потому что планируют переносить. В настоящее время в администрации города решается вопрос с местом, куда эта площадка будет перенесена так, чтобы это устраивало большинство жителей домов. Как уже было сказано, мусорные контейнеры будут отсюда убраны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...